Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас рада приветствовать от имени Всероссийской государственной библиотеки имени Маргариты Ивановны Радамино на втором уроке уже полюбившегося цикла «Французский язык через новости» от директора и основателя школы французского языка и госмена России в номинации «Самый массовый урок иностранного языка» Юлия Ли. Здравствуйте! Очень рада вас всех видеть. Надеюсь, что вам понравился первый урок. Сегодня проходим новую новость. Сейчас расскажу вам, как вообще организовано занятие, если вы вдруг у нас первый раз. Выбираю я новости самые актуальные. Эта новость появилась совершенно недавно, то есть на днях. Мы сначала с вами просто ее слушаем. Я буду читать медленно. Если у вас уровень от А2 в А1, вы можете просто послушать. Не волнуйтесь, если вдруг вы что-то будете не понимать. Если уровень А1, читайте со мной эту статью. Она сейчас появится на экране. То есть вы уже будете смотреть и уже что-то вычленять, и, в принципе, будет уже вам комфортно. Главное, чтобы не было стресса. Далее я буду все это проходить с вами постепенно. То есть у нас будет отдельный блок с лексикой по статье. Потом с лексикой по организации вообще этого сайта. Далее мы опять смотрим с вами статью. То есть она уже, в принципе, нам чуть-чуть понятнее после работы с лексикой. Но мы все равно еще смотрим статью, и я перевожу уже дословно. Некрасиво, но дословно. Чтобы вы видели каждое слово, каждую конструкцию. И вам было понятно, как вообще все у нас организуется во французской фразе. Потом я беру следующий блок. Это грамматика и remarque. Определенные какие-то такие заметки, которые мне нравятся. Даю свои комментарии. И там уже может быть грамматика от уровня А1 до уровня Б2. Ваша задача — понять новую грамматику именно вашего уровня. Если что-то совсем сложно, не обращайте внимания. Обращайте внимание только на то, что именно к вашему уровню подходит. И потом самый последний этап я читаю уже побыстрее, и вы слушаете. Потом в комментариях можете написать нам, насколько вообще лучше вы стали понимать статью через, например, дробь. В начале, когда я первый раз читала, вы понимали 20%, а вы стали понимать 40%. Если время у нас останется, если вы тоже хотите, можете в комментариях писать, можем прочитать свою работу немножко над чтением. И вот эта статья сегодня маленькая, можем еще и по строчкам прочесть. Я думаю, что успеем. И давайте посмотрим, что за статья. Статья очень интересная, поскольку мы благодаря ей сможем с вами понимать очень многие вещи. Например, что касается учебного процесса, то есть определенные такие вот новости. Читаю медленно, вы слушаете. Обращайте внимание на то, что я артикулирую. Разумеется, это будет не совсем естественно. Я пытаюсь это делать немножко более утрированно, чтобы вы лучше в этом ориентировались. Но, в принципе, как я вытягиваю звуки, какие вот позиции бывают открытые и закрытые звуки, это очень важно. On y va, on va commencer. Ed Sheeran a donné en cours de musique à des élèves de primaire. Musique. Le chanteur a également répondu aux questions des écoliers. 20 минут avec agence. Publié le 16 mai 2020 à 12h05. Мise à jour le 16 mai 2020 à 12h05. 0 commentaire, 8 partages. Эд Sheeran a suppris des élèves de primaire en leur donnant en cours de musique par vidéoconférence Zoom. Selon le SAN, le chanteur aurait répondu à l'appel de Timothy Speurer, professeur de musique d'une école du sud de Londres, pour organiser cette leçon à domicile très particulière. Après avoir donné en cours de guitare, la star se serait même pliée à une petite session de questions-réponses, l'occasion pour l'interprète de Perfect de se remémorer quelques souvenirs du temps où il était sur les bancs de l'école. Je n'étais pas très intelligent à l'école, a confié Ed Sheeran. J'ai longtemps pensé que j'étais un idiot. J'étais nulle en maths, en sciences et en anglais. Et on me disait que pour réussir, il fallait être bon dans ces matières. J'aimais jouer de la musique, c'est ce qui me rendait le plus heureux. Et mon père m'a toujours dit, si tu veux être musicien, travaille dur pour ça. De quoi redonner le sourire à ces écoliers britanniques qui devront rester confinés au moins jusqu'à la fin du mois de mai. Et voilà. Sначала je vous raconte un peu sur les extra-linguistiques moments, ce qui concerne l'éducation. Ed Sheeran, все его знают, это певец. И смотрите, тут у нас есть, например, название столицы Лондон. На французском это будет Londres. И еще здесь у нас моменты такие. Les élèves de primaire, это ученики начальной школы. И чтобы вы понимали, это дети, которым от 6 до 11 лет. Zoom, все знают тоже, наверное, сейчас уже в данный момент, приложение, которое помогает устраивать различные видеоконференции и уроки. Вот Timothy Spurer, я прочла по-своему. Разумеется, по-английски это будет звучать иначе, но они, в принципе, имеют тенденцию такую, что все, что английское, они пытаются как-то более по-французски произнести. Например, David Beckham, они произносят David Beckham, что, в принципе, очень трудно узнать, если не знать, что о нем идет речь. Что бы еще? Вот Perfect тоже название песни. И, в принципе, уже можно посмотреть, что у нас тут с лексикой. Лексику я вам переведу, и мы еще потренируемся с вами. Вы должны хорошо артикулировать, хорошо произносить. Какие-то моменты, если вам кажется сложным, вы тоже в комментариях пишите или нам на почту тоже, чтобы у нас была обратная связь от вас. Мы можем как-то более подробно, может, над какими-то моментами поработать. Так вот, вот эта лексика, которая ключевой является для этой статьи, мы с вами ее сейчас посмотрим, и как раз-таки на ней будем тренировать произношение. Вы сейчас, ваша задача очень громко произносить. Максимально громко, но не кричать, а именно следить за тем, чтобы вы очень похоже на меня произносили, и чтобы тонус был такой, плотный звук, и чтобы вы вытягивали, чтобы это было не рублено. Потому что у нас вот тенденция такая в русском языке. После русского люди, которые говорят на иностранном языке, они говорят вот так немножко обрывисто. Вы это, наверное, слышали. В фильмах иногда, когда пытаются сбросить какую-то русскую мафию, то там как раз-таки актеры разговаривают. Вы обратите на это внимание, нам нужно так не делать. Это раз. А во-вторых, если вы тоже обратите внимание, они начинают говорить немножко низким голосом, таким шипящим. Вы сейчас должны наоборот делать. То есть вы должны немножко более звонким голосом делать, немножко вытягивать звуки таким плавным, делать предложения все плавными. И чтобы вот как раз-таки от этого клише мы отошли. Чтобы никто не узнал, по крайней мере, что вы русский. Давайте посмотрим. Дословно. Давать урок кому-то. Именно давать. Мы, в принципе, точно так же в русском говорим. Давайте еще раз произнесем. Очень звонкая такая красивая, чистая О. «donner un cours à quelqu'un». «Quel'qu'un» – это сокращение от «кого-то». «Quel'que, un», «Quel'qu'un». Дальше. «Un cours de musique, de guitare». Обратите внимание, у нас есть слово «un cours», «урок». Дальше идет предлог «de», и предмет, по которому этот урок у нас вводится без какого-либо артикля. «Un cours de musique», «un cours de guitare». Точно так же у нас дальше было «un cours de maths». «Un cours», если бы был какой-нибудь предмет, начинающийся с гласной, то у нас был бы «de» апостроф, запятая вот эта, которая здесь стоит, она называется апостроф, то получилось бы «un cours d'anglais» или «un cours de physique» или «un cours de biologie». Запомните, вы можете, если у вас нет документа, вы не зарегистрированы, потому что всем, кто зарегистрировался, мы выслали этот документ. Если у вас нет этого документа, вы себе пишите сами, вручную, и еще какие-то примеры собственные, какие вот предметы вам в голову придут, все пишите, право, неважно, чтобы вы запомнили, что там нет артикля. Ensuite, «un élève de primaire», «un élève de primaire», открывайте широко рот, «un élève de primaire» и вытягиваем. Ученик начальной вот этой школы, именно от 6 до 11 лет, потому что у нас еще другая начальная, они уже называют вот эти вот заведения, в которые детки ходят, с 3 лет уже школа у них. Первая школа, вот как раз-таки с 3 до 6, у них называется «école maternelle», они тоже уже школу идут, так что это начальная школа, которая второй ступенью является. Дальше. «Répondre aux questions», «Répondre aux questions», «Отвечать на вопросы», вот этот предлог «на». У нас там спрятался предлог «а» и плюс определенный артикль множественного числа «ле». Получился слитный артикль, артикль контракте «о», «а плюс ле». «Репondre aux questions», «дальше». Сейчас тоже очень актуально давать уроки по видео. И вот этот предлог «пар», «donner un cours par video» или «par videoconferences», etc. «Par videoconferences Zoom», конкретно. Давайте еще раз произнесем. «Donner un cours par videoconferences Zoom». Длинная фраза и ваша задача, когда вы дышите, вам нужно дышать, я это понимаю, чтобы не создавалось впечатление, что падает. «Donner un cours par videoconferences», вот так не должно быть. «Donner un cours par videoconferences Zoom». И перед тем, как вы заканчиваете, вы вот этот последний слог должны вытягивать. Во французском нет ударений, у них есть удлинение. Если бы я в русском говорила вот с удлинениями, а не с ударениями, это было бы немножко вот так, странно. И вот точно так же тут «donner un cours par videoconferences Zoom». Если вы вдруг свою речь сейчас измените и сделаете вот эти удлинения, вы увидите, что немножко что-то французского больше появилось. Дальше. «Répondre à l'appel de quelqu'un». «Ответить на зов кого-то». Кто-то попросил что-то. «Зов» — это даже такое более сильное слово, чем просто попросил. «Призвал к чему-то». Его преподаватель, которому, наверное, уже не знал, как заинтересовать своих детей, решил написать отчера, ну, и вот тот ответил на этот зов, призыв. Ещё раз. «Répondre à l'appel de quelqu'un». Ответить на зов кого-то. Дальше. «Un professeur de musique». «Un professeur de musique». То же самое. Преподаватель какого-то предмета, там у нас нет ни артикля, ничего. «Un professeur d'anglais» — английского языка, там «d'» уходит. Когда двегласные, французский вот прям не любят. Вот в предлогах, например, или в артиклях, так что апостер там ставится. «Un professeur de français» — французского. «Un professeur de maths». «Un professeur de guitare» и так далее. Себе примеры напишите. Дальше. «Une leçon à domicile». Это урок на дому. То есть детки сидят дома, никуда не уходят, и они вот получают свой урок. «Une leçon à domicile». Ensuite. «Se plier à quelque chose». «Se plier à quelque chose». «Колько chose» — это тоже сокращение от «колько chose», какая-то вещь. То есть дословно согнуться подо что-то. А у нас в контексте, то есть он согласился на еще сессию вопросов и ответов. Почему «se plier», потому что, наверное, его сильно уговаривали, о него мало времени, и поэтому наш прогнулся, согнулся, чтобы согласиться. Это немножко такое метафоричное употребление этого глагола. «Se plier à quelque chose». Там у нас «z» на конце, «o» закрыто, и вот эту «z» ни в коем случае не оглушаем. « Шоза». Вы, кстати, можете себя, как всегда я говорю, записывать на аудио, вот в диктофоне, у всех в телефоне практически они есть, чтобы потом сравнивать. Это будет полезно, потому что мы не можем адекватно оценить то, как мы произносим. У нас вообще другой звук, нам кажется. Мы иногда свой голос не можем узнать, так что это будет полезно. Ensuite, «une session de questions-réponses». «Session вопросов и ответов». Дальше, «être sur les bancs de l'école». Вот здесь «s» поставьте, пожалуйста. «Etre sur les bancs de l'école», потому что здесь у нас «s» там множественное число. В принципе, в единственном тоже можно написать. Но выражение такое, «быть на школьных скамьях». Вот так тоже. « Le banc» — это «scamya de l'école», нас тоже так говорят. Он, то есть, вспоминал, как он был в школе сам. Уже, конечно же, там не «scamye», «устулья», но выражение осталось, то есть вспоминать школьную эпоху. Дальше. «Être nul en maths, en sciences et en anglais». «Être nul en maths, en sciences et en anglais». На «en», открываем рот и немножко паузу делать специально, чтобы вот этот момент зафиксировать, и рот не закрыть, чтобы у нас гнусовый звук не получился. Это значит дословно быть никчёмным, нулевым в математике, в науках, там, биологии и так далее, и в английском. Он про себя говорил, что в школе он, в общем, не очень хорошо учился. «Être bon dans ces matières». Быть сильным в этих предметах, в этих дисциплинах. И вообще «être bon dans» я чаще слышу «être fort en». То есть тут «être nul», «être fort» — это я синонимичную конструкцию, то есть её нужно тоже употреблять. Быть сильным, быть никчёмным. И антоним «быть сильным в чём-то». «Être fort en maths», «en science» и «en anglais». Дальше глагол интересный, его в контексте школы очень часто употребляют. «Reussir». «Reussir» — это значит всё хорошо делать, чтобы тебе что-то удалось, чтобы успех иметь. Вот «Reussir». «Je réussir» — у меня получилось. А тут ещё можно «Reussir quelque chose». «Reussir ses études». То есть в русском некрасиво будет звучать, то есть сделать хорошо свою учёбу. Вот так вот. «Reussir» — это «давать», а «redonner» — это «заново давать». То есть тут идёт речь о том, что вот эти маленькие ученики от 6 до 11 лет очень грустные, потому что они должны дома сидеть и вообще они не видят друзей. И вот им заново дать улыбку подарить, вернуть улыбку. Вообще это «Re» — это префикс, эту приставку. Можно добавить чему угодно, и у вас будет заново. Например, «Rerogarder le film» — пересмотреть фильм. Или даже они говорят, впервые они с утра человека видят и говорят «Bonjour», а потом, например, к нему опять обращать и говорят «Rebonjour». То есть ещё раз «Привет» и что-то просит у него. Например, «Je remange» — я хочу заново поесть, ещё раз поесть. Или «Tu remange» — ты опять заново ешь, только что ел и повторяешься. Дальше. «Rester confiné» — оставаться. И «confiner» — это значит... Глагол «confiner» — это заточать кого-то. Но в данном актуальном контексте появилось слово «confinement», которое означает «карантин». И вот «être confiné» — это от него причастие, то есть быть в карантине, быть заточённым. Вот детке, в общем, надоело быть заточёнными. Ещё раз все слова вам переведу, и потом ещё раз мы их прочтём. «Давать урок», «Урок музыки», «Урок гитары», «Ученик начальной школы» — это 6-11 лет, «Ответить на вопросы», «Давать урок по видеоконференции Zoom», «Ответить на зов, призыв» «Кого-то», «Преподаватель музыки», «Урок на дому», «Прогнуться под чем-то», «Согласиться на что-то», «Сессия вопросов и ответов», «Быть на скамьях» тут «С» добавим, я пропустила, «Быть на школьных скамьях», то есть в эпоху школьную, «Быть никчёмным», то есть плохо учиться по математике, «В науках», это вот эти вот естественные, и по-английскому «Быть хорошим в этих дисциплинах предметах» или «Быть сильным в дисциплинах», тоже можно, «En ces matières». Дальше, «Удаваться что-то», «Успешно что-то завершить», «Reussir», «Redonner le sourire», «Дать кому-то подарить заново улыбку», «Rester confiné», «Остаться в заточении». И теперь всё ещё хорошо чётко прочитываем, только произношение. «Дonner un cours à quelqu'un», «Bierk intonatsu», «Un cours de musique, de guitare», «Vytiagyvouem», «Un élève de primaire», «Répondre aux questions», «Donner en cours par vidéoconférence Zoom», «Répondre à l'appel de quelqu'un», «Un professeur de musique», «Une leçon à domicile», «Se plier à quelque chose», «Une session de questions-réponses», «Être sur les bancs de l'école», «Être nul en maths», «En sciences et en anglais», «Être bon dans ces matières», «Être fort en», «Réussir quelque chose», «Réussir quelque chose», «Redonner le sourire à quelqu'un», «Réster confiné», «Е вот, И теперь посмотрим немного совсем лексики по статье, чтобы вы могли, например, зайти на какой-то сайт уже ориентироваться. Le vocabulaire de l'article. Article – это статья как раз-таки. Там у нас было слово publié, это значит опубликовать. Mettre à jour – это инфинитив, это значит обновить, а у нас там было mise à jour, то есть когда статья обновлена. Un commentaire – комментарий. Partager – это чем-то поделиться. И un partage – это как раз-таки вот это действие. Кстати, делитесь нашим уроком. Чтобы о них узнали больше людей и тоже смотрели. Дальше, смотрите. Еще раз вам буду переводить теперь уже дословно и какие-то давать комментарии, чтобы вообще все-все-все-все было понятно. Voilà. Ed Sheeran a donné encore. Ed Sheeran дал урок музыке своим ученикам начальной школы. Рубрика «Мюзик» и комментарий. Шантер, певец, также ответил на вопросы школьников. «20 минут» – это вот эта газета, называется «20 минут», «Аврикажонс», то есть с другими агентствами прессы. Опубликовано 16 мая 2020 года в 12.05 и обновлено 16 мая 2020 года в 12.05. Значит, его опубликовали и больше не исправляли. Хотя тут есть что исправить. Я вам расскажу сейчас что. Обратите внимание, что когда мы говорим «когда-то» – «дата», это в русском мы говорим 16, 15, 4, во французском мы просто говорим число. «Le deux» с артиклем определенным. «Le trois», «le quatre». Кроме первого, «le premier» – там уже будет порядковое число. А потом уже, например, 2 мая – это будет «le deux mai». Ни предлога, нет ничего. Только определенные артикли. Дальше, когда мы время называем, мы говорим «двенадцать», дальше произносим «часы» – «duze heures», «cinq». И после «cinq» минуты не произносим. «Duz heures, cinq», «duze heures, cinq». Вы это еще можете пересмотреть и здесь, где вы смотрите. И у нас на странице будет в YouTube, и будет в YouTube и в библиотеке, и франкотеке, библиотеке иностранной литературы. Везде эти видео можете найти, и тем это, в принципе, и хорошо, что вы можете очень-очень много раз. Это все перечитать и пересмотреть. Чтением нужно работать. Если вы неделю-две уделите этому внимание, у вас уже не будет таких проблем, хотя все на это жалуются. Так что работайте над чтением, чтобы вам было попроще. Дальше. Ноль комментариев. На французском ноль – это зеро, и восемь человек поделилось этой новостью. Значит, он не очень интересный, обычно больше. Voilà. «Echirant surprix» – это глагол «surprendre» – «очень сильно удивил», значит. Он удивил учеников начальной школы, чем? «Им, давая урок музыки через конференцию Zoom». Согласно по источнику, вот это «СЛО», это значит «источник Le Sanne» – это журнал, название журнала – «певец». И смотрите, вот такая конструкция, мы ее попозже посмотрим. «Ответил», якобы ответил, то есть они не утверждают, это у нас кондиционер пассе, якобы ответил на призыв Тимоти Споррера, преподавателя музыки одной из школы юга Лондона, чтобы организовать этот урок на дому очень особенный, очень необычный, прилагательное партикулье, то есть очень необычный. Дальше. Дав урок гитары, звезда даже, и опять якобы, потому что он здесь кондиционер пассе, якобы даже согласилась на маленькую сессию вопросов и ответов. «Хороший случай», «Оказио» – это то есть удачный случай, хорошая возможность для интерпрет-исполнителя, интерпрет-эйт – это исполнять что-то, именно песню, это может еще быть как переводчик, но здесь именно исполнителя, вот этой песни, которая называется «Perfect», вспомнить себя, вспомнить для себя несколько вот этих вот воспоминаний о времени, когда он был сам на школьных скамьях, вот это наше выражение «на школьных скамьях». И дальше титр идет. «Идиот. Я не был очень умным в школе». Опять же, когда французы отрицают что-то, во французском языке, когда что-то отрицают, что не был очень умным, это значит, что был очень глупым. У них такая тоже есть тенденция. «Рассказал честно, confie, то есть confidence, прям признался, et she ran. «Я очень долго думал, что я был идиотом, я был никчемным, неудачником и в математике, и в науках, и в английском. Английский здесь пишется с маленькой буквы, это неправильно. Английский с большой буквы пишется только если говорят о человеке, и это существительное, как англичанин. Здесь речь идет о предмете, поэтому с маленькой буквы, здесь небольшая ошибочка у них. Дальше. Мне говорили, чтобы поиметь вот этот успех, чтобы что-то удалось, нужно быть хорошим, сильным в этих предметах. Я любил играть музыку, то есть делать музыку. Это то, что меня делало вот это сочетание «анва» и плюс-прирогательное, то есть это в русском будет как делать, самым счастливым. И мой папа мне всегда говорил, если ты хочешь быть музыкантом, работай сильно, работай, то есть не покладая рук для этого. И вот эта конструкция, из чего, то есть из этой вот всей идеи, из чего есть информация, есть эмоции, чтобы ученикам заново вернуть, вот этим британским ученикам заново вернуть улыбку, которые должны еще остаться в карантине au moins, по меньшей мере, до конца месяца мая. Посмотрите, как они тут употребили до конца месяца мая ou jusqu'à la fin du mois de mai. Et voilà. Теперь посмотрим с вами грамматические какие-то конструкции или remarки, которые мне тоже тут понравились. Синонимичная совершенно фраза. У вас есть, например, «ossi», которые многие употребляют так же. Вы можете его иногда варьировать и заменять «égальмон», который имеет такое же значение, тоже так же. «Éгальмон». Потому что речь, мы, конечно же, можем, если уже одно слово знаем, зачем на второе? Чтобы просто красивее было, чтобы наша речь была богаче. То есть «je suis aussi heureuse» – я тоже счастлива, и «je suis également heureuse» – я тоже счастлива. Это немножко более официально звучит, но иногда бывают такие контексты, в которых это можно употребить. Дальше глагол «surprendre», про который мы с вами уже говорили, когда статью я видела. Там был «particip passé» – прошедшая форма этого глагола «surpris». «Surprendre quelqu'un» – застать кого-то врасплох сильно удивить. Ensuite, третье. «Encour» – это «давая урок». Это грамматическая конструкция, называется «дейпричастием». «Давая» в русском тоже. Как она образуется? Вы берете форму от «ну», вот когда, например, «ну-ду-ну», убираете окончание, убираете это «ну», и вот эту основу уберете, и добавляете «ant» сюда, и «en» – предлог в начале. «En-ду-ну». С глаголами первой группы это все легко, но, например, с глаголами второй и третьей группы уже посложнее. Например, глагол «finir» – вы должны сказать «ну-фи-ни-су», то есть определить эту конструкцию и увидеть там «finis» в основе, и то есть «заканчивая» – это будет «en-фи-ни-су». А, например, глагол «écrire» – «nous-э-кри-в-он», «э-кри-в-о», то есть наша основа «an-э-кри-в-он», чтобы вот писать в процессе, у нас нет просто «дейпричастия» глагола «писать» в русском языке, то есть «пиша», не по-русски, но все же, чтобы вы могли идею вот эту вот ловить. То есть, в принципе, легко, вы можете… Я, например, что «en donant cours» – «давая урок» – «я пью кофе». «en donant cours» – «je prends un café». И вы себе тоже можете примерами написать. Эта тема A1+, даже A2. То есть, если у вас прям совсем-совсем начальный уровень, не пугайтесь, не обращайте внимания, а если уже от A1+, A2, то, в принципе, уже можете себе разные примеры написать с разными глаголами, желательно, глаголами третьей группы. И сочетание какие-то, например, чтобы вот именно личные лучше запомниться. Предлог «solons le san» – «согласно» по источнику, и вот дальше идёт газета. Давайте с вами «solons le commerçant», «solons le» – «новая газета», «solons le» – что-нибудь ещё придумаем, «известие». Вот «le» – это журналь «известие», но мы слово «журналь» опускаем, оставляем только «le». Себе тоже, какие вы газеты знаете, и не только газеты, это может быть радио, это может быть даже просто человек, «solons le tort de ce livre», согласно автору этой книги, и так далее. Дальше. Это уже для уровней B1+. Здесь у нас глагол употреблён в «conditionnel passé». Не буду рассказывать, как «conditionnel passé» у нас образуется. Мне здесь важна функция. Когда у вас в тексте что-то употреблено, особенно в каком-то, вот именно, в какой-то статье употреблено вот этот «conditionnel passé», это значит, это не согласование времён, это не вот это вот условие, гипотеза. Это переводится как «якобы». То есть, якобы, у нас неточные данные, якобы звезда согласилась, якобы он даже ответил, и так далее. Например, когда какая-то случилась, например, какой-то оксидон, несчастный случай, ещё пока данных нет, но газеты об этом пишут по-французски, и они всё будут в «conditionnel passé» писать. Вероятнее всего, мы не уверены, там, была скользкая дорога, и так далее. То есть вот они будут так писать. Вы можете тоже, если у вас больше, чем в «1 плюс» уровень, посмотреть в газетах, вы это увидите. Очень много «conditionnel». Ensuite, «après avoir donné encore», это тоже для уровня «b1 плюс», это у нас депричастие уже прошедшей формы «дав урок». Обратите внимание, то есть у нас предлог «après», дальше инфинитив «avoir», может быть тоже «être», и «particip passé». То есть это, как вот этот глагол вы выбираете, в принципе, по такому же принципу, как «passé-композе», где глаголы формируют «passé-композе» с «être», будет «être», где «севар» то «севар». И, смотрите, «дав урок» — это «après avoir donné un cours». «Почитав книгу», «après avoir» — глагол «лир» и «particip passé» будет «лю». «après avoir lu» — «un livre». «Посмотрев телевизор», «après avoir regardé la télé». Например, «поговорив après avoir parlé avec mon professeur», «поговорив с моим преподавателем», и так далее. То есть, опять же, это не очень сложно, если вы уже «passé-композе» хорошо знаете и «particip passé» у вас все запомнились, то вы можете много-много примеров с этим сделать. Ensuite, «interpreter» — «interpreter une chanson» — это «исполнитель» и «исполнять какую-то песню». Потому что ее можно исполнить по-разному, и какие-то определенные ноты взять по-разному, и так далее. Вот это «interpreter», не просто «chanter». Дальше, «se rememorer» — «вспомнить себе, напомнить о чем-то». Вот там, видите, спряталась в основе mémoire. Voilà. «se rememorer quelque chose», обязательно «что-то». Девятое. Мне очень нравится это правило, потому что его нужно прям выучить на самом раннем уровне. То есть, это прям для самых новичков. Если у вас уровень не один, вы недавно только начали, это вам будет тоже полезно, и, в принципе, вам это и нужно. «Jouer votre что-то» — это «jouer à». А играть на каком-то инструменте музыкальном — это «jouer de». Пример. «Jouer au cartes» — играть в карты. «Jouer au volleyball» — играть в волейбол. «Jouer au basketball» — «basketball». «Jouer au cash-cash» — «prятки». И так далее. То есть, это «играть во что-то». А с инструментами дальше будет «de». Причем, у вас там будет слитный артикль. «Jouer de la guitare» — «Guitara». «Jouer du piano» — «Pianino». «Jouer du violon» — на скрипке. Если кто-то во что-то играет, напишите себе пример различный. «En suite». «Etre musicien» — после глагола «être». Если дальше идет какая-то национальность или профессия, нет артикля. «Je suis professeur» — «я преподаватель». «Vous êtes ingénieur» — «Vous – музыкант». И точно так же национально. «Vous êtes russe», «Vous êtes français» — и так далее. «De quoi?» — «Запомните». Никакого предлога. «En suite». «1t» — это уже, в принципе, лексика идет, это может любой человек запомнить, неважно от уровня. Вот «travayé de» у нас было. Это значит работать очень так напряженно. И тут я хотела ваше обратить внимание на то, что здесь употреблено прилагательно. У нас вообще есть такие несколько конструкций, не конструкций, а таких вот несколько прилагательных, которые у нас используются в значении «наречия». То есть нам-то нужно наречие здесь, а у нас здесь прилагательные. То есть, посмотрите, точно так же «chanté fort» — «fou» — это прилагательное, это ложно, неправильно. А переводится как «пальшиво петь», «chanté fort». Или, например, «parler fort» — «fou» — это «сильный», а переводится как «говорить громко», «сильно». Voilà. Давайте последнее посмотрим и все повторим. «Pour ça», «pour cela», «c'est et je le sais». Это тема, которая мне всегда тоже очень нравится, потому что она не всем понятна. Она называется, как сказать «это» на французском. Вот «это». У нас есть три варианта. Это «sula», «sa», «sula, se» и «le». И причем у «sula» есть вариация «это са». То есть разницы между «sa» и «sula» нет. Просто одно более короткое. Мы его, когда совсем уж торопимся, называем, то есть тут можно сказать и «pour cela». Никакой разницы нет. А вот разница между «se», вот здесь она у нас спряталась, и «le» есть. Вот это местоимение «se», которое означает «это», используется только как подлежащее и подлежащее только для глагола «être». То есть, например, смотрите, «se», «se», «э», но тут апостроф, потому что глагол начинается с гласной. «se», «это есть». А, например, «sa m'interesse» это «меня интересует». Там уже не сказать «se m'interesse» это «меня интересует», только «sa m'interesse» или «slâ m'interesse». То есть, это вы уже можете запомнить, если у вас уровень «a1», «a2». И на уровне «a2» и больше вот это вот «le» тоже вам нужно будет запомнить, потому что это тоже переводится как «le», как «это», но вы его можете ставить только перед глаголом. «Я это знаю». «Je le sais». «Я это понимаю». «Je le comprends». То есть, тут нельзя сказать «je comprends ce...» «je cela comprends». Влияет порядок слов. И, конечно же, если вы хотите прям совсем аккуратную речь, красивую, порядок слов прямой, то есть прямое дополнение, когда предшествует глаголу, то мы ставим вот это вот сюда. Если у вас уровень меньше, чем «a2», вам трудно меня понять. Скажите, это какая-то абракадабра. А если уже больше, то будет, надеюсь, понятно. У нас есть отдельное видео. Если вы зарегистрированы, то вы, в принципе, получите это видео, потому что я о чем-то говорю, про правила какие-то. У нас есть по этому поводу еще какие-то дополнительные материалы, и мы их высылаем. То есть, если вы еще не зарегистрированы, неважно, сегодня вы это увидите или через недельку, напишите в франкотеку, и вам вышит этот материал. Ну, ну, давайте теперь все это прочтем. Прямо с названия начнем, потому что мне очень нравятся красивые такие вот звуки, и тянуть нужно хорошо. И читаем. Единственное, surprendre, surprendre, surprendre quelqu'un, en donnant un cours, en donnant un cours, selon le sun, le chanteur aurait répondu le chanteur aurait répondu la star se serait même pliée La star se serait même pliée. Après avoir donné en cours l'interprète, interpréter une chanson, se remémorer quelque chose jouer à quelque chose de quelque chose être musicien travailler dur chanter faux parler fort pour ça cela c'est je le sais et voilà. И смотрите, у нас есть с вами время, немного времени у нас с вами есть еще дополнительного. Я тогда давайте прочту вам несколько фраз, а вы за мной их повторите, чтобы мы с вами еще дополнительно сделали упражнение для произношения. Сейчас «et chéan» заменим на «il» – «on», и вот эту фразу прочтем. Я первую читаю, и вы повторяйте за мной. Давайте по маленьким сначала кусочкам, а потом всю фразу. И вы тоже следите за тем, чтобы интонация была естественна. Когда вы будете это говорить, не переводите это с русского на французский, а прямо сразу вы должны произносить эту фразу, она должна у вас в голове уже именно смысл иметь. Давайте. «Il a donné un cours de musique». У глубокой сюда. «Il a donné un cours de musique». И вторая часть. «A des élèves de primaire». «A des élèves de primaire». И теперь всю фразу. Слушайте интонацию. «Il a donné un cours de musique. A des élèves de primaire». И вытягивайте. Давайте еще раз. «Il a donné un cours de musique. A des élèves de primaire». Пишите, получилось ли у вас. Дальше. Вот эта фраза «le chanteur». Сначала кусочками, двумя кусочками, а потом все вместе. «Le chanteur a également répondu aux questions des écoliers». «Le chanteur a également répondu aux questions des écoliers». И в голове эта фраза должна быть. Еще раз. «Le chanteur a également répondu aux questions des écoliers». Super. Дальше посмотрим на следующей страничке. Первую фразу. «Cусочками», а потом все вместе. «Après avoir donné un cours de guitare». «A позиции». «Après avoir donné un cours de guitare». «La star se serait même pliée». «La star se serait même pliée». «La star se serait même pliée». A une petite session de questions-réponses. «Après avoir donné un cours de guitare». «La star se serait même pliée» «à une petite session de questions-réponses». «Après avoir donné un cours de guitare». «Après avoir donné un cours de guitare». «La star se serait même pliée» «à une petite session de questions-réponses». «Super». «Super». «Y, давайте посмотрим на эту фразу. «J'étais nulle». «J'étais nulle». «J'étais nulle en maths, en sciences et en anglais». «Y, on me disait que pour réussir, il fallait être bon dans ces matières». «Y, всю phrase. «J'étais nulle en maths, en sciences et en anglais». «Y, on me disait que pour réussir, il fallait être bon dans ces matières». «J'étais nulle en maths, en sciences et en anglais». «Y, on me disait que pour réussir, il fallait être bon dans ces matières». «Если не успеваете, не волнуйтесь, это видео можно пересмотреть, вот где вы его смотрите, там его можно будет пересмотреть. И у нас на YouTube, и в франкотеке везде, то есть не волнуйтесь. Сейчас я прочитываю так, если вам с первого раза сложно, совершенно нормально. Потом у вас есть возможность перекрутить это видео, потренироваться, и потом произносить вот именно с нормальной скоростью. Не стараюсь произносить очень медленно, потому что так медленно никто не говорит, а нам нужно естественность, именно к естественности стремиться. И последняя фраза. «De quoi redonner le sourire?» «De quoi redonner le sourire?» «De quoi redonner le sourire?» «A ces écoliers britanniques?» «Ки доверão rester confinés…» «… ao moins jusqu'à la fin du mois de mai?» «Ифсю фраза, да» «De quoi redonner le sourire?» «A ces écoliers britanniques?» «Ки доверão rester confinés…» «… ao moins jusqu'à la fin du mois de mai?» И, encore une fois, «de quoi redonner le sourire à ces écoliers britanniques, qui devront rester confinés au moins jusqu'à la fin du mois de mai?» C'est tout. И когда будете работать, понимая, что эта фраза длинная, у вас будут, может быть, кусочки даже поменьше, чем я делала, неважно, можно вообще делать очень маленький кусочек, кстати, сейчас покажу. Ваша задача – ни в коем случае не опускать интернацию вниз. «de quoi redonner le sourire à ces écoliers britanniques, qui devront rester confinés au moins jusqu'à la fin du mois de mai?» То есть, я делаю тоже паузы, еще больше, немножко, может быть, я там размышляю, неважно. Но нет вот этого ощущения, что я обрываю фразы. И вот у вас тоже его не должно быть. Когда вы застываете и дышите, она у нас, все равно, эта интернация должна быть вверху. Теперь мы с вами, вы отдыхаете, уже все, вы молодцы, вы прям 45 минут слушали, молодцы. Вы отдыхаете и просто воспринимаете этот текст. Ваша задача – увидеть вот этот прогресс и разницу. Первый раз, как я читала, и как вы понимали эту статью, и сейчас, после того, как мы посмотрели перевод, как мы посмотрели вот каждую отдельную фразочку, которая меня лично заинтересовала, и которую я ключевой нашла, и можно даже расслабиться совершенно и наслаждаться этим моментом, потому что все равно, я думаю, что вы ее понимаете уже лучше, чем это было. И напишите нам обязательно в комментариях, где-то, где вы видите информацию. Мы посмотрим везде, как у вас вообще приятно просто будет видеть, что 20%, 40% или еще больше какая-то разница. Чуть-чуть буду побыстрее читать, не волнуйтесь, потому что если вдруг вам будет казаться быстрее, вы когда будете пересматривать видео, вы сосредоточитесь тогда на первой части, где Мелина читала, а потом, когда уже отработаете, вернетесь к этой части, вам уже тоже она будет казаться не такой быстрой. On y va! Ed Sheeran a donna en cours de musique a des élèves de primaire. Music. Le chanteur a également répondu aux questions des écoliers. 20 minutes avec agence. Publié le 16 mai 2020 à 2h05. Мис à jour le 16 mai 2020 à 2h05. 0 commentaire, 8 partages. Ed Sheeran a surpris des élèves de primaire en leur donnant en cours de musique par videoconférence Zoom. Selon LeSan, le chanteur aurait répondu à l'appel de Timothy Speurer, professeur de musique d'une école du sud de Londres, pour organiser cette leçon à domicile très particulière. Après avoir donné en cours de guitare, la star se serait même pliée à une petite session de questions-réponses, l'occasion pour l'interprète de Perfect de se remémorer quelques souvenirs du temps où il était sur les bancs de l'école. « Je n'étais pas très intelligent à l'école », a confié Ed Sheeran. « Je l'entends penser que j'étais un idiot. J'étais nulle en maths, en sciences, en anglais. Et on me disait que pour réussir, il fallait être bon dans ces matières. J'aimais jouer de la musique. J'aimais jouer de la musique. C'est ce qui me rendait le plus heureux. Et mon père m'a toujours dit, «Si tu veux être musicien, travaille dur pour cela. De quoi redonner le sourire à ces écoliers britanniques qui devront rester confinés au moins jusqu'à la fin du mois de mai. » Et voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour vous que vous êtes avec nous. Merci beaucoup à l'organisateur et au portale «Culture et Réphes » et à la bibliothèque de la littérature et à la francothèque. Vous pouvez найти nos contacts, notre site, notre pochette. Вот это, посмотрите, пожалуйста, это регистрация на таймпаде «Франкотеки». Вот это QR-code, по которому вы тоже можете нас также найти. Подписывайтесь обязательно, потому что не только эти мероприятия идут, есть другие бесплатные мероприятия. У нас есть еще также курс бесплатный для новичков по воскресенью с парком Горького. И новый курс для подростков, бесплатный, тоже начнет с 1 июня для детей от 11 до 15 лет. Для новичков совсем тоже будет интересно. И плюс вам еще будут высылать различные документы, потому что, когда у вас будет какая-то такая основа под руками, то вам будет всегда легче с этим заниматься. И оставляйте себе, конечно же, комментарии, обратную связь. Если вам понравится, мы, в принципе, наверное, будем даже рады, если нас еще пригласят, и мы продолжим это все, если это вы находите полезно. Все, до скорого. У нас осталось одно мероприятие. Это будет 21 мая в это же время, здесь же. И желаю вам хорошего дня. Au revoir. À bientôt. Субтитры сделал DimaTorzok